Добрый вечер. О событиях среды. Корреспонденты информбюро Яна Толерайм. И смотрите сегодня. Почему скорая помощь не скорая? Как долго людям приходится ждать медиков? По каким причинам заболевших с симптомами ковид не госпитализируют? И насколько увеличилась нагрузка на 103? Сколько стоит похоронить умершего от коронавируса? Казахстанцы жалуются на бешеные прайсы ритуальных агентств. Должен ли Акимат возмещать эту сумму? Неосторожная реплика. Какие споры вызвало заявление российского президента о территориальных претензиях? Традиционных российских исторических территорий. Чего лишился Казахстан? И за что бывшие советские республики могут потребовать у России компенсацию? Чужая игра. Фермеры заявили, что стали жертвами большого сговора. Как вышло, что закупив племенной скот в России, они остались ни с чем? Сколько человек теперь голодают в знак протеста? Пациенты с коронавирусом жалуются на то, что не могут оперативно получить медицинскую помощь. Помимо того, что больницы переполнены и заболевших не госпитализируют, многие даже не могут дозвониться до скорой помощи. Насколько увеличилась нагрузка на выездные бригады и как лечатся те, кто оказался без поддержки врачей, расскажет Зарина Беремкул. Жительница столицы Бахыт Нурмагамбетова болеет коронавирусом уже больше 10 дней. Чтобы узнать точный диагноз, она прошла целый квест. В частной лаборатории потеряли результаты ПЦР-теста и восстанавливали почти неделю. За это время самочувствие заметно ухудшилось, а помощи от скорой она дождалась только на пятый день после подтверждения ковид. С того времени я вызываю скорую помощь. Он никак не приезжает. Не то, что не приезжает, они даже трубку не берут. Это мне сказал мой врач, терапевт, она сказала, чтобы я срочно вызывала скорую, так как у меня подтвердился коронавирус. У меня очень сильно болели грудная клетка, у меня дышка, температура. Я вынуждена пошла, сделала КТ. У Бахыт обнаружили двустороннюю пневмонию и бронхит. Она продолжает лечиться дома, так как медики рассказали, что в больницу забирают только тех, кто не может самостоятельно дышать. Опять я начала здесь с вечера звонить в скорую помощь. Еле дозвонилась в 10 вечера вчера. Вот они только приехали в 6 утра сегодня. В 6 утра приехали, сказали, что госпитализации не будет, так как у меня состояние считается средней. По данным станции скорой медицинской помощи Нурсултана, количество вызовов в этом месяце выросло более чем в два раза. С 1 июня зарегистрировали более 2,5 тысячи вызовов, связанных только с коронавирусом. Как пояснил директор городской станции Мурат Уразбаев, лишь на 5% вызовов неотложки приезжают с опозданием. И такой показатель вполне допустим. Я понимаю, что каждый житель Астаны, он хочет, чтобы скорая помощь приехала незамедлительно. Но я хочу сказать, что вызова у нас подразделяются на 4 категории. И у каждой категории есть, в зависимости от состояния пациента, они делятся на категории срочности. И у каждой категории есть свой регламент времени, регламент доезда. Медики по-прежнему просят оставаться дома тех, кто может лечиться самостоятельно и обращаться к участковым врачам. Внимание врачей скорой помощи и больниц сейчас сосредоточено только на пожилых людях с хроническими заболеваниями и сахарным диабетом. Ну а казахстанцы уже создают чаты по поддержке пациентов с ковид, публикуют советы по лечению в соцсетях. А это очень опасно, ведь уже были случаи смерти казахстанцев с коронавирусом, которые занимались самолечением. Зарина Беремкул, Дидар Елеев, Инфорумбюро, Нурсултан. В Алматы вслед за Нурсултаном во всех больницах приостановили плановый прием и осмотр пациентов. Граждан не допустят для прохождения профосмотров получение плановой стоматологической помощи, медицинской реабилитации. Откажут и тем, кто захочет попасть на платные медосмотры или на прием к психологам. Как долго будут действовать эти ограничения, зависит от эпидситуации. Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов заразился коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в Инстаграм. Его тест на ковид-19 оказался положительным. Мухамбетов заметил, что заболел, несмотря на все меры предосторожности. 48-летний глава региона отправился на самоизоляцию, но руководить областью будет дистанционно. Он призвал жителей серьезно отнестись к соблюдению ограничительных мер в регионе. Уйдут ли на самоизоляцию чиновники, которые с ним контактировали, не сообщается. Родственники умерших из-за коронавируса жалуются на то, что ритуальные агентства запрашивают за свои услуги двойной, а то и тройной тариф. Порой суммы достигают полумиллиона тенге. Почему так дорого, узнавала Людмила Батюшкина. Это в масте была с вами. Вот она. Ну, скажешь, что ей 80 лет. Гульнару Аисова потеряла мать. За три дня до этого у Рымбалы Кунтаевой заболело горло. Первая скорая поставила диагноз гнойной ангина, вторая – пневмонию. Рымбала Кунтаева вскоре умерла. В больнице сказали, что у бабушки был коронавирус, а в заключении написали тромбоэмболия. Тело отправили в морг. Захоронением занималась спецбригада. Родственникам разрешили проститься лишь на удалении, а за услуги попросили солидную сумму. Похоронить человека стоит от 200 тысяч и выше. В эти 200 тысяч входит перевозка трупа. Только. Только. То есть они приезжают туда на узеньку, грузят тело, везут, хоронят, закапывают. Я говорю, а если у нас нет, допустим, ну ладно, хорошо, мы там, да, родственников много. А те, говорю, у кого нет денег, как нам тогда делать, как вообще это все? Они говорят, в общем, я. Оказалось, что в Караганды действительно похоронами зараженных занимается единственная компания – ИПК Пасов. Но только потому, что остальные ритуальные агентства не хотят с этим связываться. Никакого контракта ни с властями, ни с областным здравоохранением нет. Средняя цена 150 тысяч, но может быть и дороже, если нужно везти тело далеко. В одной машине с этим трупом сидят в обнимку и 500 километров пилят туда. Они приезжают вообще никакие. Я бы ни за какие деньги не поехал. А они едут. Они берут три цены, иногда четыре. Если нет, людей нельзя заставить, сами же понимаете. По словам директора, родственникам выдаются документы. С ними нужно обращаться в местные исполнительные органы для возврата денег. По опыту в сельских акиматах деньги действительно компенсируют. В городском средств на это нет. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, Информбюро, Карагандинская область. В Алматы родители детей, которые посещают спортивные секции в халык-арена, выступают против размещения там госпиталя для больных коронавирусом. Они жалуются на то, что из-за режима ЧП их дети и так много пропустили. А ведь им нужно готовиться к международному соревнованию. На льду тренируются члены национальной сборной страны по фигурному катанию. Они готовятся к международному соревнованию, которое пройдет в августе в Словении. Но планы может нарушить решение властей о превращении спорткомплекса в госпиталь. Как можно трогать вот такие объекты? Вы понимаете, вот здесь посмотрите, как это потом дезинфицировать. Этот объект потом просто-напросто умрет. Все. Никакими, извините, пряниками мы детей сюда не заведем. Халык-Арена детям! Снаружи своих детей ждут родители. Они приезжают сюда из разных концов города и даже из Алматинской области. Уверяют, что Халык-Арена – единственное место, где могут тренироваться будущие чемпионы. Учитывая то, что мы недавно вышли с карантина, наши дети и так потеряли форму. Учитывая близость жилых застроек к этим районам, это еще более бездумное решение. У нас в Алмате очень много отелей. Риксос, Табрахат-Палас, чего только нет, куча разных отелей. Хаят. Они все пустуют сейчас, потому что нет туристов. Инфраструктура у них готовая полностью. Там есть одноместные номера, двухместные номера, есть ванна, туалеты, есть кухня. То есть там есть все, что нужно для госпиталя. Внутри Халык-Арена ремонтные работы еще не начались. Спортивные секции продолжают функционировать. Но людей сегодня не так много, как обычно. Услышав новость об открытии госпиталя, некоторые родители испугались и не привели детей на занятия. Правда, на территории Халык-Арена уже установили вот такие палатки для приема ПЦР-тестов. Желающих здесь начнут принимать с понедельника. Мобильные центры тестирования перевезут сюда с Нурлотау, где оставили прием только для юрлиц. Анализы можно будет сдать, не выходя из машины. Люди боятся той ситуации, что даже после госпиталя, когда откроется здание, что они не смогут сюда прийти. Но в данный момент еще ничего не случилось, а его уже как проклятым принимают, что его хотят обходить стороной. Руководитель управления спорта от интервью на камеру отказался. Чиновник ждет результатов теста на коронавирус и находится на самоизоляции. Но глава ведомства заверил, что тренеров без работы, а детей без занятий не оставят и предложат альтернативу. У нас есть баллон-шалак, но горожане же должны с пониманием к этому относиться. Если обстановка будет ухудшаться, мы вообще все спортивные секции закроем. Точных сроков, когда Ледовый дворец задействует под госпиталь, чиновник не назвал, отметив, что вопрос еще решается. Ардак Камал, Думан Сулейменов, Информбюро, Алматы. В Казахстане обсуждают слова Владимира Путина о подарках от русского народа. Эксперты считают, что российский президент, говоря о территориальных претензиях к бывшим советским республикам, не учел все исторические факты. Например, то, что Казахстан, войдя в состав СССР, наоборот, лишился своих земель. О каких территориях идет речь и к чему могут привести неосторожные высказывания? Нургали Карабаев. Директор научно-исследовательского института Алаш Султан Ханак-Кулы после высказываний Владимира Путина вновь открывает карту Казахстана начала 20 века. И вот там четко отмечены наши границы, когда мы вошли в состав Советского Союза. И на этой карте видно, что Оренбург буквально 100 лет назад был территорией Казахстана. И это только часть утерянных земель. Поэтому кто кому еще должен, надо подумать, говорит он. Город Оренбург и Оренбургская область, она до 25-го года являлась под юрисдикцией Казахской Советской Республики. До середины 60-х годов Казахстан имел границу с Монголией. Монголией шириной примерно 40-60 километров. То есть, если у кого-то будут какие-то территориальные претензии, то Казахстан имеет все основания предъявить территориальные претензии Российской Федерации. Документальный фильм, посвященный президенту России, вышел в минувшие выходные. И там Владимир Путин заявил, что некоторые бывшие советские республики вошли в состав Союза с меньшей территорией, а при выходе увеличили ее за счет подарков от русского народа. Если та или иная республика вошла в состав Советского Союза, но получила в свой багаж огромное количество российских земель, традиционных российских исторических территорий, а потом только решила выйти из состава этого Союза. Но хотя бы тогда выходила, с чем пришла и не тащила бы с тобой подарки от русского народа. Поддержал в этом вопросе Путина российский журналист Владимир Соловьев. Кстати, он не раз сделал скандальные заявления в адрес Казахстана. Так что, повторюсь, братским республикам стоит обратиться к историческим документам, взять карты и ответить на вопрос, где находятся исконно российские земли, а где нет. Хотя ответ на этот вопрос многим не понравится и может вызвать бурю истерики. Политолог Досим Садпаев считает, что Владимир Путин, напоминая о бывшем величии российского государства, перекладывает провалы современной России на ошибки прошлого. Для него это возможность поднять свой рейтинг, упавший на фоне ухудшения экономической ситуации в России. То если Россия считает себя правоприемницей Советского Союза, она везде об этом говорит, В политике любая неосторожно сказанная фраза может обернуться нешуточным скандалом. Медказахстан пока никак не отрагировал на слова Путина. И, скорее всего, реакции не последуют. Быть может, эту тему затронут нынешние лидеры бывших советских республик при встрече с Владимиром Путиным. Такая возможность им предоставится после военного парада, посвященный 75-летию Победы. И, кстати, этот парад прошел без масок и строгого соблюдения социальной дистанции. Владимир Путин, Эмамали Рахмон, Шавхат Мерзиоев и наш президент Касым Жумар Токаев общались довольно тесно, без средств личной защиты. Позже в пресс-службе президента Казахстана пояснили, что главы всех государств сдали тест на ковид, и у всех результаты отрицательные. Поздравляю вас с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Именно наш народ смог одолеть страшное, тотальное зло. Разгромил более 600 дивизий врага. Уничтожил 75% от общего числа самолетов, танков, артиллерийских орудий противника. Абсолютно всех вип-персон, прибывающих на парад, тестировали на ковид-19. Кстати, президента Кыргызстана вместе с делегацией в буквальном смысле развернули. У двух представителей этой страны выявили коронавирус. Исар Анбой Жейнбеков решил воздержаться от участия в мероприятии. Парады прошли также во Владивостоке, Новосибирске, в Южно-Сахалинске. Ровно 75 лет назад, в этот день, 24 июня 1945 года, по брусчатке Красной площади шагали бойцы Красной армии. В 2020-м по центру столицы прошли больше 13 тысяч военнослужащих, в их числе парадные расчеты 13 стран. В Москву приехали солдаты, офицеры Армении, Азербайджана, Беларуси, Индии, Китая и других государств. В шествии участвовали также 234 единицы техники, как исторической, так и самой современной. А в небо поднялись 75 самолетов и вертолетов. В Мексике произошло мощное землетрясение. Пострадали 6 штатов и столицы страны Мехико. Объявлена угроза цунами до 3 метров. Погибли по меньшей мере 6 человек. Незначительные повреждения получили многие дома. В городах возникла паника. Эпицентр землетрясения мощностью 7,5 баллов находился в штате Окахака на юге страны, на побережье Тихого океана. Разрушены полтысячи домов, 15 медицинских центров и дороги. Стихия нанесла ущерб полсотни муниципалитетов. Толчки ощущались и в Мехико. Сейсмологи зафиксировали еще около 450 авторшоков. Спасатели сейчас разбирают завалы. Многие жители Мексики работают на дому из-за пандемии коронавируса. Однако действующая в стране система предупреждения о землетрясениях сработала эффективно. И у людей было достаточно времени, чтобы покинуть свои дома. Вы смотрите информбюро. Жильцы многоквартирных домов могут не платить земельный налог. Такую инициативу в первом чтении одобрили депутаты Мажелиса. Вместе с тем, Министерство национальной экономики предлагает еще несколько изменений в налоговом законодательстве. Для удобства плательщиков планируется перенести сроки уплаты налога на транспорт с 31 декабря этого года на 1 апреля следующего. Владельцам частных домов объединят налоги на имущество и землю без изменения элементов каждого отдельного налога. Они просто будут вноситься единым платежом. Сейчас, по мнению разработчиков, при оплате двух платежей возникает путаница. Сегодня до объединения эти два налога исчисляются автоматически и мы их можем видеть в квитанции в виде двух строчек. Соответственно, нужно платить два раза квитанции, две комиссии, можно ошибиться между двумя строчками. Налоговые органы ведут лицевой счет по двум. Где-то может переплата, где-то недоимка и возникать путаница. В октябре фермеры объявили голодовку. Говорят, что на крайние меры пошли от безысходности. Второй год люди пытаются вернуть деньги, выделенные им государством в кредит на покупку племенного скота. Ни много ни мало – 771 миллион тенге. Крестьяне считают себя обманутыми российскими партнерами. Месяц назад меня приоперировали на нервной почве. Удалили селезенку, подживучную железу. Оперировали. Вот, на нервной почве. Я полно поддерживаю своих коллег с Астаны, с Караганды, с Павлодара и объявляю голодовку. Хайрата Жакишева, который сейчас дома после операции, поддерживают его коллеги-фермеры из Актубе. Все они оказались заложниками ситуации. Взяли многомиллионный кредит, чтобы заняться разведением племенного скота. Но в итоге их обманули. В конце концов, остались мы крайны. Потому что нацбанк в течение 180 дней мы должны предоставить валютный контроль. Нам наложили штрафы от 5 миллионов до 7 миллионов. У нас выхода нет, как выйти на голодовку людям. По словам фермеров, кредиты они получили по госпрограмме Сабага. По ней в течение трех месяцев нужно закупить племенное маточное поголовье. Все бы ничего, но говорят, что географию выбора фермерам сузили до одного региона – Татарстан. Серхозпроизводители нашли там компанию и перечислили деньги. Кому-то скот доставили, но совсем не племенной. Часть осталась ни с чем. Пострадали 16 фермерских хозяйств. Перемещение средств кредитных ушло. 771 миллион с республики Казахстан перешел в торговый дом Камагра, Татарстан. Набережные Челны. В ответ мы получили какое-то количество скота. По не тем племенным свидетельствам. Это большое разбирательство. В своих бедах фермеры винят Минсельхоз. Мол, агрокредитная корпорация и фонд финансовой поддержки сельского хозяйства втянул их в непонятную схему. Правда, в самом Минсельхозе придерживаются другой позиции. Выбор оператора по поставке скота в лице российской компании Камагра фермерские хозяйства осуществляли самостоятельно, без участия Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, холдинга Казагра. На возмущение фермеров о том, что скот оказался не племенным, а товарным, в Министерстве сельского хозяйства заявили, что оценкой животных занимаются сами фермеры. Ведомстве пообещали помочь крестьянам с отсрочкой по платежам и пообещали, что за просрочку не будут начисляться проценты. Эльмира Ержанова, Жумар Тудайбергенов, Информбюро, Октябинская область. Огромная территория пастбищ и речка Веснянка в Караганде оказались отравленными промышленными стоками. Токсичное загрязнение обнаружили сотрудники Карагандинского экомузея. Кто в этом виноват и как отреагируют государственные контролирующие органы, расскажут мои коллеги. Еще пару лет назад, по словам местных жителей, на этом месте было зеленое пастбище. Сейчас толстый слой угольно-черной массы. Он покрывает как минимум 10 гектаров. Мало того, черная жижа сливается в речку Веснянку. Когда-то в ней купались люди и ловили рыбу. Эта труба вообще предназначена только для слива жидкости в случае аварии. Здесь у нас происходит постоянная круглосуточная авария. Эту трубу установили неофициально. Есть даже решение суда о демонтаже. Более того, на речке также без разрешения построили плотину и водозаборное сооружение. Отсюда, видимо, предприятие берет воду для производственных нужд. Хотя и на это разрешение не выдавалось. Мы открыли спутниковые карты и загрузили снимки разных лет. И там очень четко и хорошо видно, что в 2017 году степь еще совершенно зеленая. Начиная с начала 2019 года, черная. Так выглядит речка Веснянка выше по течению. В Карагандинской области немного рек, чтобы с ними так обходиться. Да и земля относится к пастбищным угодиям. Мы вот в департамент экологии написали письмо. Там они же взяли пробы и будут делать экспертизу. После экспертизы уже будет ясно. Предположительно, виновник загрязнения – фабрика по обогащению угля Касферит. Хотя по проекту у фабрики закрытый цикл использования воды, то есть никаких стоков быть не должно. Но представитель предприятия уверяет, что оно ничего не загрязняет, и у них есть доказательства. К тому же рядом есть еще два предприятия. Находятся в окружении соседей, которые не позволяют Касфериту работать. И на данный момент данные собственники соорудили различные кучи угля, загрязняют землю, загрязняют воду. Мы писали неоднократно жалобы государственной органы. Есть акт отбора проб, который подтвердил, что сброс неизвестного происхождения и, предположительно, талая вода. На место вновь направили экспертов областного управления экологией. Они должны проверить все три предприятия. Жанна Рахимжанова, Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, информбюро, Карагандинская область. Главный ботанический сад Алматы пострадал от вандалов. Чуть больше недели прошло с момента его открытия. После масштабной реконструкции, проведенной фондом Булата у Тимуратова, первые пять дней для посетителей сделали бесплатными. Тогда в день приходило до 15 тысяч человек. Но некоторые граждане, несмотря на строгие правила поведения, причинили урон коллекционному фонду. Чего мы можем лишиться, если так будет продолжаться дальше, расскажет Мадина Исимбаева. Я до реконструкции была. Сейчас громаднейшая работа сделана. Прелесть. Мы в восторге. Воздух. Вообще вот обстановка. Это нечто. Сейчас в день ботанический сад посещают более двух тысяч посетителей. И некоторые из них, по словам сотрудников, ведут себя крайне бескультурно. Вырывают редкие растения, топчут их, не реагируют и на замечания. Поэтому определенные места пришлось оградить вот такой сигнальной лентой. В первые дни после открытия посетители оставляли за собой мусор, вырывали в водоемах уникальные растения, даже разбили скамейки. Дети ходили по газону и кидали камни в лебедей. Все, что успели сломать, уже починили. Руководитель Института ботаники и фитоинтродукции призывает граждан не путать это место с парком развлечений. Оно предназначено для сохранения редких видов цветов, кустарников, деревьев и просвещения людей. Ведь некоторым коллекционным растениям уже почти 90 лет. Это действительно уникальное место, потому что здесь собраны коллекции трудами нескольких поколений ученых. И мне хотелось бы, чтобы горожане это понимали и уважали этот труд, труд нескольких поколений ученых. После реконструкции фонд сада значительно увеличился. Здесь высадили 174 тысячи новых растений. Из них только 3000 разных роз, 1300 деревьев. А в свете со сложившейся ситуацией с начала открытия внесены изменения в правила пребывания в ботаническом саду. Из них основные моменты прописаны и уже указаны на установленных знаках. Среди них запрет на разжигание костров. Нельзя также устраивать пикники, приходить с животными, ходить по газонам, срывать и употреблять в пищу плоды и другое. По всей территории установлено 130 камер видеонаблюдения. Дежурит охрана. Теперь руководство ботанического сада разрабатывает нормы, чтобы можно было наказать вандалов и потребовать у них возмещения ущерба. К нарушителям будут применяться жесткие меры. Вплоть до того, что в следующий раз этот человек уже не сможет посетить этот оазис. Единых симптомов у коронавируса нет. У всех людей он проявляется по-разному. Об этом заявили инфекционисты из США. А китайские врачи готовят мир ко второй волне пандемии, которую стоит ждать зимой. Все подробности в обзоре у Аскара Миндебаева. Спасибо, Наталья. Симптомы коронавируса отличаются большим разнообразием, заявили американские инфекционисты. Ни одна болезнь в мире не имеет таких разных и не схожих признаков. При этом клинические проявления болезни меняются, говорят специалисты из США. Врачи удивлены тем, что почти 40% больных вообще не имеют симптомов. При этом у других заболевших они сильно выражены, а у третьих протекают с одним или двумя проявлениями. Китайский ученый заявил, что эпидемия COVID-19 продолжится зимой и весной следующего года. Это означает, что вирус не исчезнет, но радует одно, что вторая волна будет не такой сильной. Джунь Нанчань, главный эпидемиолог Поднебесный, заявил, что через 6-7 месяцев нужно ждать нового всплеска пандемии. Но, возможно, страны смогут обойтись без карантинных мер. К этому времени люди научатся справляться. Все мы привыкнем к мерам профилактики, таким как ношение масок и 20-секундному мытью рук. Возможно, зимой 2021 года число заболевших увеличится. К этому времени, возможно, появятся другие меры профилактики и даже вакцины. А президент Франции заявил о первой победе над коронавирусом. При этом в Европе борьба с эпидемией еще не закончена. Во всяком случае, в Париже регистрируют новые случаи. По словам Эммануэля Макрона, начинается вторая фаза снятия ограничений. В столице открываются рестораны и кафе. Заработали все услуги, вплоть до бассейнов, открытых музеев. Теперь можно ездить даже в страны ЕС. Напомню, Франция входит в десятку наиболее пострадавших от коронавируса государств. Ну что ж, Наталья, снятие ограничений – это хорошо, но все должно быть в меру. Вирус еще не отступил. Абсолютно согласна, Оскар. Нам придется научиться с этим жить. Продолжение следует...